Всем привет! Ребята, сегодня, встав рано, я решил сделать утреннюю пробежку. Как вы знаете, бег очень полезен для здоровья и, что важно, поднимает настроение. Затем, придя домой, я заварил себе крепкого кофе и начал играть в компьютерные игры. Через некоторое время мне захотелось кофе чего-нибудь сладенького. Немного поискав в доме, я нашел только сахар. Наверное, мама хорошенько спрятала мои любимые конфетки. Ну ладно. Ребята, а вы знаете, что сахар имеет чудесное свойство, для демонстрации которого нам понадобится пинцет, а также зажигалка. С помощью пинцета возьмем кусочек сахара и подержим его над пламенем. Как видите, сахар начинает плавиться и карамелизироваться. Это очень прикольно выглядит, но не советуем вам повторять. Используя это свойство сахара, не приготовит ли нам десерт? Позаимствуем у мамы один из главных предметов на кухне – сковородку. Насыпем в нее стаканчик сахарного песка. Думаем, для начала этого достаточно. Далее берем лимон и осторожно разрежем его пополам. Выдавим лимонного сока на сахар для придания аромата. Зальем все это водой ровно настолько, чтобы вся влага впиталась с сахаром. В результате у нас получилась вот такая вот смесь. Теперь поставим сковородку на газовую плиту и зажжем горелку на большой огонь. Очень важно постоянно помешивать содержимое, а когда сахар окончательно растворится, убавим огонь. Не прекращайте помешивание. Это надо для того, чтобы сахар не перегорел. Через некоторое время наш сахар приобрел оранжевый цвет, и мы получили карамель. Карамель очень пластична, пока не остыла, и ее можно залить в любую приготовленную форму. Хорошо, что я не выбросил гильзы из-под свечек. Как раз они нам и пригодятся. В целях гигиены хорошенько промоем гильзочки под струей воды из-под крана. А затем, чтобы карамельку легко можно было достать, нальем подсолнечного масла в маленькую баночку и кисточкой смажем внутреннюю часть формы. Только не переборщите с маслом. Расставим гильзочки на разделочную доску, как показано на видео, и зальем сказочную сладость. Ребята, а какие сладости вы любите? Напишите в комментариях. Чтобы было удобно лакомиться карамелькой, мы заранее приготовили шпажки, которые воткнем в каждую гильзу по одной. Оставим наши карамельки остывать минут на 10. Итак, они остыли, теперь возьмемся за палочки и без труда достанем нашу прелесть. Теперь вы можете не только насладиться конфетами собственного производства, но и угостить своих друзей. Войдя во вкус, я подумал, а не сделает ли мне карамельку огромного размера, а? Для воплощения этой задумки мне понадобится силиконовая форма, которую вы тоже можете приобрести в любом магазине для быта. Ребята, посмотрите на выбранную мной форму. Какие у него симпатичные усики и очаровательная улыбка. Итак, берем разделочную доску и поставим на нее приготовленную силиконовую форму. Итак, осталось только аккуратно залить карамель в форму. Ребята, смотрите, какой он у меня получился. Он мне очень нравится. Рекомендую и вам сделать себе такого котика. Карамелька получилась очень большая, чтобы разделить его с друзьями, воспользуйтесь молоточком. Три, два, один, поехали! Не ешь меня, я тебе еще пригожусь, мандарин! Ой, а кто это? На этом все. Ребята, если вам понравился ролик и вы хотели бы продолжение, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем ура!